Первый, второй, рассчитай! Юные хоккеисты пока играют без коньков. Да в общем-то они здесь и не нужны. Дворовый хоккей – это больше проваленки и ботинки. Идея приобщать детей к зимним видам спорта появилась у сотрудников Дворца детского творчества в прошлом году. Воспитанники и их родители восприняли хоккей на снегу с энтузиазмом. И вот уже четвертый турнир за зиму собирают больше 20 юных любителей клюшки и мяча. Это мероприятие мы проводим второй год. Ну, наверное, будет уже у нас традиционным в зимнее время года. Но мы исключили как раз вот те моменты, которые связаны с травмами. То есть это вот коньки. Коньки и шайбы. В итоге дети играют с клюшками, с теннисными мячиками, ну и обувь у кого какая есть. Матч состоит из одного периода в пять минут после смены команд. И хотя хоккей на снегу подразумевает все-таки физкультурно-оздоровительный характер, спортивный интерес и желание обыграть команду противника никто не отменял. Правда, на этот раз до победы командам не хватило совсем чуть-чуть. Ничья 1-1. Я первый раз в жизни играю в хоккей. На кольках кататься пока еще не умею. Учусь, стараюсь. Стараюсь бегать на льду, чтобы не подскальзываться, держать равновесие. Победила пока дружба, но мы не сдаемся. Мы всегда будем держаться вместе и мы победим. А еще такие вот зимние забавы – отличный способ не замерзнуть во время прогулки, рассказывают сами участники соревнований. Я очень люблю заниматься спортом. Я занималась несколькими видами спорта. Ну, я в первый раз играю в хоккей и для меня это немножко сложно. А так, я смотрю, многие играли хорошо. Я люблю заниматься спортом. Ну, поиграли хорошо. Я первый раз играю в хоккей без коньков. И наверняка не последний. Такие вот матчи планируют проводить еще. А там, глядишь, и до золотой шайбы будет недалеко. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».